Всем привет! Сегодня я вам расскажу о самом большом в мире кресло-качалки. Как вы думаете, какое кресло является самым большим на нашей планете? На ум сразу же приходят царские троны или декорации из голливудских фильмов. Однако, даже самые смелые предположения с большей долей вероятности окажутся несостоятельными, если взглянуть на фотографии самого большого кресла из когда-либо созданных. А речь идет о гигантском кресле-качалке, которое можно найти у небольшого магазина в Миссури. Этот предмет мебели весит 14 тонн при высоте 42 метра. Такую мебель невозможно не заметить. А многие люди специально приезжают сюда для того, чтобы сфотографироваться с креслом, которое успело превратиться в местную достопримечательность. Конечно же, старания создателей не остались без внимания со стороны представителей Книги рекордов Гиннесса. Официальные ее представители побывали здесь, произвели соответствующие измерения и постановили, что данное кресло по праву может считаться самым большим на Земле. Об этом и гласит соответствующий сертификат. Хозяева магазина, возле которого установлено кресло, задумались об интересной композиции для привлечения клиентов еще много лет назад. Идей было много, но выбрать какую-то одну было весьма проблематично. Тогда и было принято решение за помощью обратиться к другу по совместительству являющимся дизайнером и художником. Джон, этот друг, придумал проект и сделал необходимые расчеты, после чего к работе приступил другой друг семьи, сварщик. На строительство кресла-качалки ушло примерно полтора месяца, что неудивительно, учитывая его гигантские размеры. Открытие решили приурочить ко дню дурака, резонно решив, что это будет очень весело. Таким образом, все, кто проезжает мимо, могут увидеть необычное кресло и даже сфотографироваться на его фоне. Надо ли говорить, что это детище уже успело себя окупить? Благодаря наплыву людей, многие из которых заходят в магазин и что-то покупают. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось. В предыдущем видео я рассказывал о самой большой картине, нарисованной под водой. Ссылочку оставлю в описании. Всем удачи и пока!